МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа «Республика» об основных событиях. В понедельник и минувших выходных вам расскажут наши корреспонденты. Это и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Дороги должны быть чистыми. В республике готовятся к зиме. Нет жестокому обращению с животными. Чувашия присоединилась к всероссийской акции. Видимость ноль. В Чувашии ожидают метель и ледяной дождь. Сегодня, 7 ноября, 99 лет Великой Октябрьской социалистической революции, которая повлияла на ход мировой истории. В этот же день, в 1941 году, состоялся военный парад на Красной площади. И теперь, 7 ноября, день воинской славы. У праздника есть еще одно название – День согласия и примирения. Ну а теперь вернемся к событиям дня сегодняшнего. И тема номер один – это дорожная обстановка. В минувшую пятницу на республиканских трассах произошло две аварии с участием пассажирского транспорта. Об этом и многом другом говорили на еженедельном совещании. Главы Чувашия. Более 12 тысяч километров дорог соединяют населенные пункты Чувашии. Это федеральные трассы, дорожные сети регионального и местного значения. За их техническое состояние и оснащение ответственны 13 подрядных организаций. Зима и непростые погодные условия – лакмусовая бумага для оценки работы дорожных служб. По состоянию на 2 ноября текущего года для работы по предотвращению ликвидации зимней скользкости на оригинальных сетях дорог вышеуказанными порядными организациями заготовлены реагенты, а также подготовлено 12 пескобаз. Кроме этого, подготовлено к работе 248 единиц дорожной техники, это составляет 95%. Теплые стоянки, боксы, пункты обогрева рабочих и водителей. Здесь 100% готовность. В помощь дорожным службам работает автоматическая система управления зимним содержанием дорог. В ней собрана вся оперативная информация о текущей ситуации. Кроме этого, действует 10 постов дорожного контроля. Все службы, все те подрядчики, которые контракты выиграли, они должны работать в круглосуточном режиме. 81 единица спецтехники. Столица Чувашии готова к непогоде. Разработаны маршруты дорожных работ. Заготовлены противогололедные материалы. Дополнительно в этом году будем новый материал Бионорд. Это будет подсыпаться на центральной части города. Это впервые. Мы все-таки хотим его попробовать и посмотреть, как будет результат. Уже сейчас начата подготовка к проведению акционов на содержание дорог в следующие два года. Глава Чувашии подчеркнул, финансирование поступает в полном объеме. И подрядные организации должны полностью выполнять свои договорные обязательства. Ведь главное – обеспечить безопасность жителей республики. На совещании также обсудили вопросы проведения празднования Дня народного единства. Итоги визита официальной делегации Чувашской республики в республику Коми. Злободневная тема – проблема вывоза мусора в Канаше. Михаил Игнатьев четко обозначил свою позицию. Город должен стать чистым в течение одной недели. В противном случае ответственные органы будут наказаны. В развитии темы, как сейчас решается проблема вывоза мусора в Канаше, нам рассказал по телефону главный редактор газеты «Канаш» Людмила Шурекова. Сегодня глава администрации города Канаша Владислав Сафронов начал еженедельную планировку с обсуждения этой темы. Он отметил, что контейнерные площадки многоквартирных домов практически расчищены. Остаются вопросы по нескольким участкам. Мусора много, контейнеры заполняются быстро. Глава администрации подчеркнул, что вывоз ТБО находится на постоянном контроле руководителей города. Задача – не допустить захламления территорий. Продолжим следить за развитием событий. Почти два месяца прошло со дня выборов. Напомню, 18 сентября в Чувашии, как и по всей России, прошел единый день голосования. Выбирали депутатов Государственной Думы страны, а в Чувашии еще и депутатов Государственного Совета. Сегодня представители политических партий, зарегистрированных в республике, органов власти, собрались за круглым столом, чтобы обсудить итоги выборов и наметить планы на будущее. Дух истории витал сегодня в коридорах Дома правительства. 7 ноября, кроме того, что 99-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, еще и день согласия и примирения. Видимо, специально на эту дату и была назначена встреча представителей всех политических партий, которые работают в Чувашской республике. Выборы состоялись. В отличие от прошлых лет, именно партии, а не самовыдвиженцы, стали основными игроками на электоральном поле. У всех их разная оценка прошедшей выборной кампании. Но никто не спорит в главном. Это выбор народа Чувашии. Более полумиллиона жителей республики приняли участие в голосовании. По итогам выборов 4 партии получили депутатские мандаты в парламентах страны и республики. 5 человек представляют Чувашию в Государственной Доме России. Напомню, Алена Аршинова и Леонид Черкесов от «Единой России», Олег Николаев и Анатолий Аксаков от «Справедливой России» и Валентин Шурчанов от КПРФ. Мы считаем, что было выстроено нормальное конструктивное взаимодействие между всеми, без исключения участниками выборов. И на сегодняшний день можно констатировать, что выборы в Чувашской республике состоялись, что прошли они организованно. И самое главное, те результаты, которые получены, они были объективные. По мнению некоторых участников круглого стола, выборное законодательство нуждается в коррективах. К примеру, немаловажно установить для всех партий единый финансовый барьер. По моему мнению, по мнению многих, я думаю, здесь, и в том числе вы сами озвучили, что действующая система выборов, то есть метод империали, по которому распределяются сегодня мандаты, это не совсем справедливая система. И в этом мы, в общем-то, можем убедиться, посмотрев на те результаты, сколько мандатов получили оппозиционные партии, сколько мандатов получила партия власти. На мой взгляд, с такими условиями, которые сейчас есть в законодательстве, когда разрешается тратить на выборы, такие крупные суммы денег выбора справедливыми не будут. Зашел разговор и о равных возможностях участия в выборах, и о так называемом административном ресурсе. Правда, толкуют это понятие все по-разному. Прошедшие выборы подорвали основу вот этого диалога, который имеется в обществе. Вот каждый выбор меняется, правила, и вот говорит административный ресурс. Вот, что-нибудь ясный сказал, хороший административный ресурс. Да, для кого-то он плохой, а для кого-то он хороший. Как так получается, что он все время хороший только для одной партии? Несмотря на разные политические взгляды, надо уметь налаживать конструктивное взаимодействие, убеждены другие участники круглого стола. И с этим трудно поспорить. Нам нужно все вместе работать над укреплением экономического, социального, безусловно, и политического, я бы сказал, потенциала Чувашской республики. Бороться за то, чтобы мы занимали достойное место в Российской Федерации, тем самым вносили бы свой весомый Чувашский вклад и в развитие Российской Федерации. Майское предварительное голосование одной из партий тоже внесло лепту в итоге выборов. Да, понятно, чувство неудовлетворения наших политических оппонентов, коллег. Сегодня в Государственном Совете, к сожалению, считаю, что представителей наших политических оппонентов недостаточно. У нас есть понимание этого, и мы понимаем, что даже сегодняшний круглый стол идет в пользу для нас. Мы не хотим и не желаем вариться в собственном соку. Нам очень важно ваше мнение. Без диалога с политическими партиями трудно говорить о развитии региона, считает Михаил Игнатьев. Он внимательно слушал всех участников сегодняшней встречи. Исполнительная власть готова встречаться с вновь избранными депутатами, готова слышать их и совместно принимать важные решения. Моя оценка конструктивное взаимодействие, несмотря на наши политические взгляды и споры, у нас все-таки налажены. По оценке уже федерального центра, по оценке специалистов, экспертов могу сказать следующее, что выборы в республике проведены на открытой, честной и конкурентной основе. Своеобразный итог собранию подвел политический аксакал Лев Кураков. Он отметил, что накануне выборов читал все программы партии и кандидатов. И в каждой есть что-то важное и необходимо эти предложения собрать воедино и направить на решение социально-экономических проблем Чувашии. Тогда и исторических потрясений, как 99 лет назад, не будет. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с первым заместителем председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам Валентином Шурчановым и председателем Совета старейшин при главе Чувашской республики Львом Кураковым. Ожидается, что в 2017 году республика должна получить не менее 2 миллиардов рублей по межбюджетным трансфертным отношениям. Тем самым у нас появляется дополнительная возможность направлять в православные части эти средства и на наши социальные обязательства перед нашими гражданами и на повышение качества жизни. У комитета Госдумы по бюджету и налогам сейчас напряженная пора. Уточняются параметры российского бюджета будущего года. От этого зависит и его региональная составляющая. Валентин Шурчанов отметил, что в ходе реализации только системы Платон республиканская казна пополнится на 44 миллиона 700 тысяч рублей. Сейчас и другие какие-то налоговые, там, молодцы будут, видимо, рассматривать. По крайней мере, будет консолидировано налогообложение вот этих всех Роснефти, Газпрома, прочее, прочее. Они говорят, что мы тут выиграем, но если выиграем, тогда может республике больше достанется. Глава Чувашей просил поддержать строительство поликлиники в центре Чебоксар. Ее стоимость сотни миллионов рублей. Часть денег республика ожидает из федерального бюджета. Глава Чувашей просил поддержать строительство поликлиники в центре Чебоксар. Отношениях народов, проживающих в республике. Коллегиальное обсуждение особо важных вопросов всегда помогает найти оптимальные решения. Пример тому – создание Ассамблеи народов и прошедший форум через культуру к согласию народов. Эта традиция сложилась не за один год. И она успешно развивается под, вообще теперь уже скажу, чутким руководством. Вы очень много делали и делаете в этом направлении. Я хотел бы угрозить большое благодарность за это. Распекты народов и единства, проблемы народа показаны со всех сторон. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. В минувшие выходные Россия отметила День народного единства. По всей стране прошли митинги, различные праздничные мероприятия. В Чебоксарах на Красной площади состоялся митинг, а в Театре оперы и балета – традиционный фестиваль «Единая семья народов России». Как это было в нашем репортаже? 4 ноября – День народного единства, один из самых молодых государственных праздников. Он приурочен к событиям 17 века. Тогда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободили страну от польской интервенции. Сегодня здесь, на Красной площади, собрались сотни горожан, тех, для кого этот праздник в календаре особенный. Для меня это праздник очень многое значит. Я веселюсь, знаю, что со мной все вместе веселятся. Мы каждый год в этот праздник с коллегами вместе выходим на этот митинг, празднуем со всем народом вместе. А как вы считаете, что сегодня, в сегодняшнем мире может народ объединить? Дружба, единство. Это нужно для объединения народа, у всех своя культура, у всех свои традиции. И как бы Россия должна быть единой, сильной. Что для вас значит праздник День народного единства? Вы же не просто так сюда пришли. Конечно, нет. Это праздник всей России, всего российского народа. Когда мы едины, мы непобедимы. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы плавя, ваги и плавя, в России с нами. Белый, синий, красный. Третьих цвета сливаются в единый флаг. Так и представители около 200 национальностей образуют одну страну. У России многояковая история. Богатые традиции и все те качества, которые присущи гражданам Российской Федерации, передаются молодому поколению. Народ многонациональной Российской Федерации всегда жил в мире и согласии. Когда мы вместе, на ветром наша мощная созидательная сила. Единая семья народов России. Этот фестиваль народных культур проводится в Щебоксарах уже в третий раз. Вековые обряды и традиции, языковая культура, каждая уважающая себя нация сохраняет свои корни. Но живя в одной российской семье, мы не забываем главного. Уважение и почтение к другой культуре, дружба разных народов. Это звенья одной цепи. Не последнюю роль в укреплении межэтнических отношений играют национальные объединения и культурные общины. Чувашская нация, Чувашская республика, титульная нация, мы как раз объединяющие, мы показываем пример другим нациям, как надо дружить, вместе жить и радоваться. Этот праздник дает понять, что мы единое государство, мы единая нация. Ну, со своей культурой, со своим традициям, но мы россияне. Этого достаточно. Просто, если каждый человек будет понимать, что Россия – это он, то мы будем жить, я думаю, еще лучше. Порой даже один человек может сыграть главную роль в укреплении межэтнических связей. Таких людей в нашей республике немало, и сегодня каждый из них был удостоен признания. День народного единства – это не просто очередная красная дата в календаре. Это праздник, который помогает каждому вспомнить о главном. Не важны ни цвет кожи, ни вера, ни убеждения. Важно то, что мы с вами все вместе живем одной 146-ти миллионной нацией. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. И еще один митинг прошел в минувшие выходные в Чебоксарах, как и во многих других городах страны. Правда, уже под лозунгом «Нет живодерам». Зоозащитники требовали справедливо наказать за жестокое обращение к животным девушек из Хабаровска. О зверствах двух студенток из Хабаровска стало известно в конце октября. На девушек завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Однако, зоозащитники по всей стране опасаются, что они отделаются слишком мягким наказанием. Принять закон об ответственном обращении с животными и ужесточить наказание по статье «Негуманное отношение к животным». С такими требованиями 5 ноября на митинг вышли жители столицы республики. Все собранные на митинге средства поступили в благотворительный фонд «УМКО». В Чебоксарах в местах не санкционированы переходы людей по льду, установят 35 аншлагов. Осторожно, тонкий лед, проход и переезд по льду запрещен. Такие знаки появятся по периметру Чебоксарского залива, на прудах, в Заволжье, в том числе и на дамбах в поселках Первомайский, Сосновка, Октябрьский, Кувшинка, на озере Астраханка. Также планируется ограничить съезд автомобилей на лед в районе мужского монастыря, сообщают в администрации Чебоксар. За медали кубки и участие в первенстве России сражались в минувшие выходные в Чебоксарах самбисты. В столице республики прошли соревнования на Кубок Главы Чувашии. За финальными поединками наблюдала наша съемочная группа. В этом году мы проводим девятый турнир на Кубок Главы Чувашской республики. Наш турнир пользуется большой популярностью в России. В этом году приехала 31 команда из 17 регионов нашей страны и плюс три команды из Казахстана. Все хотят у нас побороться. Наш турнир чем еще и интересен и труден, тем, что спортсмен, занявший первое и второе место на нашем турнире будет выступать на первенстве России без отбора в феврале 2017 года. И поэтому у нас здесь нет, как правило, слабых спортсменов. Все привозят спортсменов самых сильных из своих регионов. Ставки высоки, не обходятся без крови. Почти ни один спортсмен не соглашается на интервью до поединка. Во-первых, оказалось, самбисты люди суеверные. Здесь, как в хоккее, перед важными стартами стараются не бриться, не стричься и не общаться с журналистами. Во-вторых, перед выходом на ковер все спортсмены настраиваются. Зато после финальной схватки в категории 56 килограммов уже с медалью Сергей Толчеев с удовольствием рассказывает, в форме какого цвета больше любят выходить на ковер. Мне больше нравится красный, я как-то в ней больше выиграю схваток. Мне нравится просто красный цвет. Как самбо вам помогает в жизни? Я развиваюсь, езжу в разные города, борюсь, узнаю новых людей в разных городах. У меня появляются друзья, то есть круг общения расширяется. Мне нравится этот вид спорта и он как-то учит идти к своей цели. Чувашский спортсмен Александр Пегасов защищал не только честь республики, но и семьи. У меня дядя, тренер мой по самому. И как бы с детства я еще приходил к ним в зал. Мне нравилось, как там ребята занимаются. И самому быстрее как бы хотелось начать заниматься. Я сегодня занял третий место, выиграл с москвичом. Ну, не знаю, третий место, меня не очень так радует. Хотелось победить. В награждении победителя участвовал глава республики. Приветствую участников он отметил. Самбо для Чувашии один из приоритетных видов спорта. Судя по словам самых младших спортсменов, не зря. Мне нравится, потому что мы тут учимся бороться. И когда надо будет за кого-то постоять, мы это сможем сделать. Как ты настраиваешься перед тем, как выйти на соревнование? Я собираю себя смелости, чтобы выйти и бороться до конца. По итогам двух дней хозяева команда Чувашии взяла две золотые и четыре бронзовые медали. К Чувашии приближается очередной атлантический циклон. Об этом на сайте Погода 21 сообщает Владимир Михайлов. Теплый фронт циклона принесет новые снегопады. Сегодня ночью они начнутся в юго-западных районах республики. А в столице республики мести начало уже с утра понедельника. В ночь на вторник в южных районах республики начнется мокрый снег, переходящий в ливневый дождь. На севере Чувашии ожидается сильный снегопад, который спустя несколько часов тоже сменится ледяным дождем. Как показывают расчеты синоптика, переохлажденный дождь в Чебоксарах будет продолжаться примерно до середины вторника, пока столбики термометров наконец не поднимутся до плюсовых отметок, а ближе к вечеру осадки и вовсе прекратятся. Просим водителей быть бдительными на дорогах и без надобности не выезжать на личном транспорте. Наши новости программы вы можете смотреть также на нашем сайте НТРК21.ру Я с вами прощаюсь и увидимся в эфире Национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин